К другим новостям. С начала года сотрудники полиции изъяли более 10 килограммов наркотических средств. Из них около 4 килограммов синтетические наркотики, так называемые спайсы. На днях была задержана еще одна группа приезжих распространителей курительных смесей. Тему продолжит Олег Ашнин. Сотрудниками Межрайонного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Республики была получена оперативная информация о том, что в Чебоксарах группа молодых людей занимается распространением курительных смесей. Злоумышленников задержали в тот момент, когда они забрали станика крупную партию наркотиков. В ходе проведения личного досмотра при них были изъяты наркотические средства общей массой около 45 грамм, что является крупным размером. Данные наркотики предназначались для последующего сбыта в городе Чебоксары. В настоящее время возбуждено уголовное дело по данному факту. Все лица задержаны, арестованы. По словам оперативников, сложность раскрытия таких преступлений заключается в том, что наркотики до потребителя доходят бесконтактным способом. Подровец и покупатель связь между собой поддерживают в сети интернет, тем самым друг друга, они не знакомы с друг другом. Сами наркотические средства, они, как правило, упаковываются в прозрачные полимерные пакетики и, как я уже говорил, они прячут в подъездах и в общественных местах на улице, то есть возле подъезда, может быть. Между тем медики бьют тревогу. В состав курительных смесей входят химические вещества, которые могут нанести непоправимый урон здоровью. Причем даже после первой дозы, которая некоторым кажется простым баловством, могут возникнуть судороги, остановка дыхания. Уже в последующем нарушение памяти, формирование так называемого психоорганического синдрома, когда человек в трудоспособном возрасте не использует продолжать творческую жизнь. Вот эти синтетические наркотики, которые сегодня у нас распространены и которых достаточно, как говорится, на рынке сегодня много, они вызывают психозы шизофреногенные. Мы в жизни боимся очень шизофрении, то есть не дай Господи, только не со мной, а этого достаточно однажды покурить и станешь дурачком на всю оставшуюся жизнь. Жизнь, она одна, дается один раз. Изуродовать ее можно очень быстро. По словам специалистов, в группе риска находятся молодые люди, чаще всего предоставленные сами себе и воспитывающиеся в неблагополучных семьях. Родители, они должны четко придерживаться принципов не только накормить, напоить, одеть, а в первую очередь должны концентрировать внимание на психическом развитии ребенка. Сегодня в системе здравоохранения существуют школы здоровья, школы здоровья для родителей, психического здоровья. И вот в канун Дня психического здоровья я призываю всех родителей, у которых маленькие дети, как раз повышать свою психологическую грамотность. У нас беды все от этого идут. Помочь в борьбе с этим злом может каждый. Если вам что-либо известно о лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, просим позвонить по телефону доверия МВД Республики 24 16 55 02 или 020 сотового телефона.